Всем привет! Сегодня суббота, 1 октября. Меня зовут Ренат Хасанов. И мы выходим с нашим еженедельным обзором финансовых рынков от сайта htinvest.ru Ну, недельные результаты и у нас, и у индексов других, и у бенчмарков. Они, как видите, не совсем хорошие. Но тут причины разные, в том числе причины, я так понимаю, внешнего характера. Они присутствуют вот тут у нас в России, где индекс htinvest.ru потерял около 5%, а московская биржа больше на 1%, 6,5%. Ну, а в Америке у нас тоже достаточно серьезные потери происходят. Меньше, чем на прошлой неделе, наверное, да, но все-таки все равно существенные. Американский рынок вроде как нащупывал дно, но там проблемы все те же самые, связанные с ростом доходности и облигаций, но об этом мы тоже с вами сегодня поговорим. Но все-таки надо уделить большее внимание российскому рынку, который вот тут вот падал. Вот смотрите, тут интересно то, что основное падение российского рынка произошло в понедельник. Вот здесь вот, да. Причем падение было очень сильное. С чем это было связано? Ну, видимо, вот то же самое, что и в пятницу до этого, и перешло на понедельник. Ну, некая нервность инвекторов, мне показалось, была главной причиной вот этого. То есть вот что-то, вот всем все плохо, все и так далее, да. Всевозможные слухи в стране ходили. Ну, даже если слухи, ребята, ну, я не знаю, военное положение в отдельных регионах. Какая связь здесь с акциями? Ну, вот просто непонятно. И, в общем, лили все подряд. Лили в том числе и низколиквидные бумаги. Вот что я никогда не могу понять, так это зачем вы льете, ну, там, в некоторых бумагах у нас было падение в понедельник до 15%. Причем это не маржинальные акции, понимаете? То есть здесь никакого, ну, если можно подумать, что какие-то тут реализуются маржинколы, да. Но этого здесь маржинколов нет. Никто не дает под них кредиты. То есть это просто люди, у них сдают нервы, и они все продают. При этом непонятно, что они покупают. Поскольку и в тот день, и вот у нас была такая волатильность сильная в пятницу. Рубль-Росс, понимаете? То есть не совсем ясно, что вы хотите сделать то, продавая, ребята. Что за нервотрепка такая устроена, причем абсолютно на пустом месте. Ну, понимаете, если вы настолько, ну, стревожены, ну, тогда, может быть, не стоит вообще заниматься такими инвестициями. Я считаю, что здесь, ну, вот именно вот в этом причина, не было там никакой манипуляции. А вот уже в пятницу, где у нас, хотя технические, видите, тут некий рост даже есть, но в пятницу, мне, я почти уверен, были манипуляции на рынке акций. При этом после, последующие дни, ну, обратите внимание, ну, они, при этом, их можно охарактеризовать как достаточно спокойные. Причем у нас в отдельных бумагах нашего индекса появились модели роста. Такие довольно прочные, по моему мнению. Ну, вот некоторая волатильность, которая произошла. В пятницу, ну, она, как бы, не дала нам, вот, показать, вот, более-менее, такой приемлемый результат, поскольку снизились акции «Газпрома». А снизились они в тот момент, когда объявлялся дивиденд, в тот же день. Вот, смотрите, вот очень интересная картинка здесь. Это динамика акций «Газпрома» за вчера. Там происходило три достаточно существенных падения до момента объявления дивидендов. Причем падения эти, посмотрите, были очень большие. То есть и здесь просадка, и здесь. То есть начинается это где-то после открытия рынка там, потом в 11.15. Ну, а я написал об этом, да. Пожалуйста, приходите к нам на сайт, и там в разделе «Новости» мы стараемся все наши дневные впечатления, я стараюсь все, что я вижу в течение дня, все отмечать. Ну, так вот, что это было вообще, ребята? Вот первая продажа была зафиксирована в акциях «Газпрома», но она была не только в акциях «Газпрома», но и в других, что характерно. Составляла, ну, порядка 1,4 миллиарда рублей. Вот здесь было продано акции, ну, здесь уже поменьше и так далее. Вот смотрите, почему бы ЦБРФ и Банку России не разобраться с этой ситуацией? Ну, потому что вот произошло то, что вроде как обрушение рынка-то как бы нет, но оно было, вот, да. То есть рынок сейчас насколько тонкий, ликвидность, ну, недостаточно, понимаете. Поэтому возможные вбросы, выбросы, которые осуществляют, ну, может быть, какие-то люди, которые имеют политическую мотивированность, они могут влиять на весь рынок, и вот они пошатнули, пошатнули, понимаете, существенную уверенность инвесторов, и даже вот момент объявления о дивидендах, все-таки мы видим некий рост, но он опять же едва превысил максимум этого же дня, ну, и потом откат назад в акциях «Газпрома». Не очень, не то чтобы непонятно, то есть не очень понятно, что послужило причиной вот таких вот резких скачков. По моему мнению, Центробанк должен разобраться с этим, поскольку одновременно здесь почему-то рос рубль, да, почему-то падали российские гособлигации. Ну, в конце концов, мы же, у нас есть регулятор, который может с этим разобраться, понимаете, я бы еще понял, что если бы это было там недоступные под цифром какие-то вещи, да, всегда же ясно и видно, кто там что продавал. Ну, вот продавали вот какие-то, ну, я не знаю, группы инвесторов, или может быть даже одиночные инвесторы. Надо это выяснить, вызвать их и разобраться, в чем причина. Зачем? Потому что такое поведение лишено смысла, понимаете? То есть они сливают акции без, как сказать, экономической причины. То есть они не фиксируют прибыль. Продать эти акции можно было в течение дня, не делая вот такого резкого выброса. Смысл резкого выброса состоит только в том, что ты сам теряешь деньги. Зачем люди теряют деньги умышленно? Мне кажется, что стоит с этим вопросом разобраться. Ну, я почти не сомневаюсь, что ничего этого не произойдет. И мы, кстати говоря, с вами на протяжении уже более года наблюдаем вот что-то подобное. Помните, там был, в прошлом году был какой-то выброс акций, неожиданный, утренний, во время утренних торгов. Что нас еще может ждать, понимаете? Мосбиржа опять ввела эти вечерние торги, в которых сейчас ликвидности нет, а кто-нибудь возьмет и вольет ее, понимаете? Вы не разбираетесь с этим. Вот те люди, которые продавали акции «Газпрома» в этот момент, ну, если это, конечно, некое массовое помешательство инвесторов, во что верится с трудом? Они должны быть отстранены от торгов, на них должны быть объявлены санкции, пусть даже это российские инвесторы, понимаете? Ну, так нельзя поступать. В общем, я думаю, что здесь имела место попытка манипуляции, которая, ну, в принципе, увенчалась успехом. То есть рекордный дивиденд «Газпрома» не привел к тому, что... Хотя рынок ждал, смотрите, нельзя сказать, что вот динамика самих акций «Газпрома», она не была низкой, понимаете? То есть он все-таки шел вверх. Я не буду вам показывать дневной график здесь. Но «Газпром» смотрел уверенно вверх. И вот эти вот репродажи, ну, они как бы вот эту уверенность в остальных участниках рынка поторвали. То есть они не знают, что делать. Может быть, завтра опять, через минуту опять произойдет 19-процентное падение. Как такое может быть? Как такое вообще допускается? Мне бы хотелось задать вопрос, но, конечно же, никто на него не ответит. Но при этом, смотрите, что еще происходило у нас. Мы мало обращаем внимания на рынок РГБА, на индекс РГБА, но здесь тоже произошел большой откат вниз. Было ли это вот при том, что ставка Центробанком установлена на уровне 7,5% годовых? Реальные ставки в России, вот они на этом графике есть. Посмотрите, они больше 10%. При этом вновь появилась вот эта инверсия кривой доходности. Опять у нас краткосрочная доходность больше, чем долгосрочная. В общем, чего там происходит? У меня такое чувство, что есть, поскольку рынок стал очень тонким, ну, раньше здесь были иностранные инвесторы, которые как раз и определяли лицо рынка. Сейчас их нет. Сейчас большая доля частных инвесторов и вбросы-выбросы отдельного капитала способны оказывать влияние на весь рынок, по моему мнению. Ну, вот здесь, например, на РГБА. Но почему здесь нет сейчас ликвидности Центробанка? Вообще, чтобы у нас ставка пришла на уровень 7,5%, надо, чтобы доходность вот этих вот государственных ценных бумаг, ну, хотя бы была где-нибудь 7%, понимаете? То есть, этого близко даже нет. Для чего была установлена ставка 7,5%, если мы ее просто декларировали? Вот здесь должны присутствовать деньги Центробанка, причем активно присутствовать. Не просто так, как они тогда, помните, начинали торги, когда первое открытие рынка было после февральских событий, и начали торговать только ОФЗ. И тогда Нагиулина выставила, что будет поддержка Банка России. А знаете, в чем она была, эта поддержка? Только в том, что на уровне доходности, который тогда был установлен на 20%, они поставили вот такие кирпичи, ну, то есть, выставили ордера на покупку. Типа, там дальше, выше можете колебаться, а ниже мы вот не опустим. Ну, так доведите до 7,5% сейчас. То же самое, что вы сделали тогда. Но вам придется покупать, более активно участвовать в рынке. Ничего этого нет. Ну, и поэтому у нас есть провалы вот здесь, по всему спектру, понимаете, да? И акций, и получается, и облигаций. Рынок находится опять без всякой поддержки. Когда-то я напомню вам, да, что нам обещали триллион из ФНБ на покупку акций. Ничего этого не произошло. Ну, власти, по моему мнению, недооценивают вот то, что происходит здесь у нас. Если, ну, допустим, мы с вами, что не 20 миллионов, а 10 миллионов человек активно инвестируют на российском рынке, ну, вообще-то это все равно очень большая сумма, понимаете, да? И большое число людей. И они, их настроение определяется вот этим. Будут расти акции, будет более позитивный настрой, в том числе в стране, понимаете? Ну, надо же понимать это. Ну, или облигации. Ну, вот как так, да? Кто-то, наверное, покупал, говорил, безрисковая, безрисковая, да? На уровне 136. А оно бах-бах-бах. То есть, у тебя раньше в портфеле было, ну, допустим, там миллион, а осталось там 900 тысяч. Понимаете? Ну, существенная потеря. Да, если ты это держишь, ты все равно получишь. Никто не спорит. Но фактически-то, психологически-то человек это видит и получает, ну, как бы, определенное воздействие на себя. Ну, к сожалению, к сожалению, наши финансовые власти в рынке, ну, по сути, не участвуют. Я не понимаю, почему. Не понимаю, почему. Так, ну, ладно, посмотрим на другие части нашей презентации. Здесь у нас в паре юань-рубль сформировалась, смотрите, достаточно такая прочная модель роста китайской валюты. И, в принципе, здесь, конечно же, есть корреляция с долларом, но в долларе она образовалась чуть раньше. И тоже все равно давление рубля вниз было. Но я вам скажу, что, по сути, конечно же, вот эта пара, рубль-доллар, как бы историческая, такая важная для всех нас. В том числе, ну, я не знаю, там, по памяти. Я помню еще курс доллара равный 6, да. Ну, вот она, похоже, ну, вот из-за низкой ликвидности сдает позиции. Смотрите, что происходит. Опять же, в эту пятницу почему-то начинается скачкообразный рост рубля. Кто-то одновременно выкидывает доллары, покупает рубли. Ну, не знаю, может быть, для того, чтобы тут же продать акции. Ну, нет, это невозможно, я думаю. То есть, происходит что-то такое непонятное совершенно на рынке. То есть, либо здесь у нас везде просто недостаток ликвидности. И какой-то, ну, я не знаю, у кого-то одного там сдали нервы, допустим, да. А зачем он в таком случае продавал доллары, покупал рубли, тоже не совсем понятно. Ну, сдали нервы, там, купи что-нибудь, там, не знаю, криптовалюту. Не можешь доллары, вот купи юаня. Ну, в принципе, вот по юаню видно, что вот он чуть-чуть оттолкнулся. Но это, опять же, смотрите, не такие уж принципиальные значения, да. Значения он достиг. Но, все-таки, мы можем ожидать дальнейшего роста вот здесь китайской валюты. Ну, а американская, видимо, уже сходит на нет. Поэтому будем наблюдать за парой вот этой. Не знаю, пока еще я в наших ежедневных новостях, наверное, не буду все-таки делать таких резких движений, менять одно на другое. Но, тем не менее, в принципе, можно сказать, что идет ослабление рубля, что может быть хорошо для акций. Я обращу все-таки внимание на вас на вот этот график индекса Мосбиржи, который вот у нас сейчас есть на текущий момент. Значит, что мы видим здесь? В принципе, здесь можно увидеть потенциально опорную ситуацию. Если, ну, не завтра, в понедельник, рынок, но где-то вот здесь вот начнет, где-то вот тут закончит. Ну, неважно даже, по большому счету. Если в пределах, ну, это, в принципе, вероятно, он покажет зеленый бар, то мы увидим достаточно прочную техническую модель, от которой можно ожидать дальнейшего роста. В принципе, вот если так посмотреть, ну, все, что уже могло было произойти, оно, по-моему, мнению, уже произошло. И не такое уж большое падение мы пережили на прошлой неделе, если не брать там нервотрепку, которая была в понедельник. Поэтому я так думаю, что с большой долей вероятности, ну, опять же, смотрите за нашими новостями, приходите к нам на сайт ftnvest.ru, там у нас есть новости регулярные, они есть по российскому рынку, есть по американскому рынку. Вся информация достаточно, ну, скажем так, полная у нас. Во всяком случае, что мы считаем важными, то есть я и вот мой партнер Игорь Холоденко в Америке, мы все до вас доносим, ребята. Надеюсь, что вы удовлетворены качеством нашей работы, хотя всегда есть к чему стремиться. Итак, рассмотрев ситуацию с валютами, перейдем к международной повестке дня. Но здесь, смотрите, тоже больших таких и коренных изменений нет. Все, что мы имеем, опять находится под давлением доходности облигаций США. Нефть, смотрите, вроде как начала оживать в течение недели, но опять ее подкосило в пятницу, потому что в пятницу опять все подкосилось, так как вернулся просто, ну, продолжилось падение американской облигации. То же самое можно сказать о биткоине. Смотрите, то есть вот он вырывался в пятницу уже выше, вот уровня поддержки уже выше этой 20 тысяч, но все равно его снижают вниз. И здесь даже, вероятно, формирование новой негативной модели. Пока еще неизвестно, но может сформироваться. Золото, смотрите, ну, здесь то же самое, что и в нефти практически начинает. Ну, при чем здесь нефть и при чем здесь золото, казалось бы. Ну, понимаете, ну, настолько стала предсказуемой вот эта ситуация на рынках, и почему-то ничего не происходит. То есть облигации падают из-за страхов инфляции. И вместо того, чтобы расти там тому, что должно расти в условиях инфляции, вот это вот три вида активов, которые должны расти, да, которые представляют собой ценность, все происходит совершенно наоборот, так как вот он этот график, смотрите, доходность опять она пошла так достаточно уверенно вверх в последний торговый день в Америке. Ну, и вот все остальное пошло вниз. То есть, смотрите, капитал, он работает по определенной модели. То есть поднимается эта доходность, они продают все, что у них есть, покупают облигации, дальше еще покупают. Вот это непонятно, да? Наоборот, надо слива и облигации же. Слива и облигации. Что их держать-то при трехпроцентной доходности и потенциальной инфляции там в 20? Нет, ничего подобного не происходит. Они, не знаю, может быть, это какая-нибудь теория заговора, но вряд ли, понимаете? Ну, то есть здесь просто настроены модели так, что, ну, вот растет доходность, надо уходить безрисковый актив. Вот он, безрисковый актив. Три и восемь. А если там будет пять, то мы все должны будем продать, да? Всю нефть, все золото, все биткоины, и вложиться ради пяти процентов вот в американские бумаги. Так что ли, да? Ну, я так понимаю, вот все к этому и идет. И смотрите в американских акциях, что произошло. Вот мы продолжаем держать ПТ-инвест-11, хотя, ну, наверное, можно было бы продать, но там, понимаете, ну, вот идет движение вниз, да? И мы не можем разворотные модели кое-где появляются, как вот здесь, вот, смотрите, да? То есть я ее вам показал. И, в принципе, вот этот уровень синей линии удерживался, в принципе, да, вот, ну, сколько дней там получается? Дней, ну, дней, ну, шесть дней здесь, шесть дней торговых прошло, и все-таки на шестой день резко идет пробитие вниз. К сожалению, пока разворота нет, и продавать, ну, как бы смысла тоже нет сейчас. То есть фиксировать убыток, а какой, а зачем, да? То есть рынок рано или поздно разберется с этой ситуацией. Ну, все равно, понимаете, нельзя говорить там, что везде исключительно алгоритмы действуют. Ну, да, в больших деньгах, видимо, действуют исключительно алгоритмы. Но есть и простые люди, есть нормальные инвесторы, которые, ну, что-то должны будут начать понимать. А наш портфель FAT InvestEleven, он исключительно фундаментальный, состоит из сильно, в том числе, недооцененных ценных бумаг. Ну, и поэтому рано или поздно мы развернемся вверх. Поэтому спокойно я совершенно отношусь к снижению нашего индекса FAT Invest 11. Ну, а вот SPX, ну, понимаете, там большая доля вот этих вот переоцененных активов, мегакорпораций, которые реально ничего не стоят, скажем так, реально не стоят таких денег, за которые продаются. Ну, вот, как бы, подводя итог, есть у нас надежда на то, что российский рынок нащупал дно, и мы от него оттолкнемся. Ну, а в Америке, смотрите, ситуация скорее негативная для акций. Пробитие довольно серьезного сопротивления может увести рынок еще глубже вниз. Всем спасибо за внимание.